15 участков для предварительного голосования было организовано в день праймериза. Жители с самого утра делают свой выбор за кандидатов. На некоторых пунктах очередь, среди избирателей и представителей действующего совета депутатов. Объективная оценка труда тех людей, которые пойдут в совет депутатов. Особенность процедуры, что любой житель городского округа уже на этапе отбора может принять решение по выбору своего кандидата от партии «Единая Россия». В голосовании принимает участие и глава Рехвозуева, секретарь местного отделения. Считает важным, чтобы среди кандидатов были представители всех возрастов и профессиональных сфер. Мне хотелось бы, чтобы действительно следующий созыв был работоспособным, командным и не менее эффективным. Депутат Госдумы Валентина Кабанова в день предварительного голосования посетила несколько избирательных участков. Цель – контроль хода выборов. Мне приятно, что сегодня очень большая активность на этом участке. И я надеюсь, не только я проеду, еще и остальные в городском округе. И для меня очень важно, потому что, ну, как-то чувствую, что исторически в городе Орехово-Зуево и в раннем районе Орехово-Зуевском всегда жреть народ активно был на всех выборах, на всех мероприятиях, на которых мне удалось и посчастливилось бывать. Единая Россия уже не первый год проводит предварительные голосования. Такая практика – единственная в стране. На этом праймерзе важно узнать позицию избирателей до объявления самих выборов кандидатов в совет депутатов Орехово-Зуевского городского округа. Одним из важных условий – это личность человека. Для того, чтобы в нашем городе было и процветание, и продвигались нужные проекты, и принимались правильные законы. Конечно, депутат должен обладать такими качествами, как целеустремленность, четкая позиция, ну, наверное, где-то сила духа. Ну, и человек должен быть в первую очередь болеющий за жителей нашего города. Я вижу, что люди-то стараются, люди делают. Город-то стал лучше намного. Хочу поддержать известных мне людей, чтобы они прошли в совет депутатов, чтобы наш город дальше развивался, становился лучше, краше. Я считаю, что эта форма голосования очень важна. И кандидатов, ну, лично я, руководствовалась проверенными фамилиями. Особенность праймереза «Единой России» – кандидатами могут быть не только члены этой партии, но и ее сторонники или беспартийные. Единственный запрет – кандидат не должен быть членом другой партии. А вот проголосовать могут все жители, независимо от политических взглядов. Критерий у меня был, в общем-то, один – молодежь. Вот все, кто, скажем, 19-20 лет, все студенты, которые там фигурируют в этом списке, они все получили мою поддержку. Все молодые люди тоже получили поддержку. Я несколько проведу параллельно нашу партию. Вот на предстоящих выборах мы выдвигаем, что у нас будет 90% наших кандидатов – это будут молодые люди. Праймерез «Единой России», как было ранее определено, завершился в 8 вечера. Мы начинаем проводить подсчет голосов, и дальше все результаты передаются в территориальную комиссию. Согласно данным праймереза, партия сформирует списки кандидатов, которые пройдут на выборы в Совет депутатов Орехово-Зуевского городского округа. Голосование пройдет 8 сентября. По результатам будет сформирован рабочий совет, в состав которого войдут представители как Орехово-Зуева, так и Ликино-Дулёва.